Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Римма попросила рассказать меня о поливе томатов, и я поймала себя на мысли, что я никогда об этом не задумывалась. Но сейчас задумаясь, я вспомнила, что действительно, полив томатов, он ведь различается на ранних, на средних, на поздних стадиях развития растения. И это один из факторов, который влияет на получение богатого урожая. Сейчас я быстро вам расскажу в двух словах, в чем принцип полива. Вот смотрите, первый раз, когда мы высаживаем томат, полив должен быть очень-очень обильный. Лунку, которую мы приготовили, вы должны залить до такой степени, чтобы вода сначала уходит, потом медленно, потом вот так стоит. Вот до такой степени налили лунку и пусть она стоит. Нам надо так всю глубину промочить, куда пойдет корень. Пролили, оставили. Когда вода уйдет, она будет вот в таком состоянии лунка, влажная, но без воды. Уже туда вы высаживаете томаты. Вот сейчас покажу. Вот я высадила томаты туда. И еще раз поливаете до такой степени, чтобы лунка осталась полная воды. Потому что первую неделю после посадки томаты не рекомендуется поливать. У них там корневая система сейчас пока приживается, им не нужен избыток воды. Первую неделю им должно хватить вот этой влаги при посадке. Дальше идет по такой схеме. Пока растение маленькое, до цветения поливаем один раз в 5-6 дней. Но везде пишут в рекомендациях, раз в неделю достаточно одну лейку на 2 квадратных метра. Это небольшое количество. Но когда томат начнет цвести и завязывать плоды, полив уже нужно увеличивать в 2 раза. Тогда вы раз в 5 дней поливаете и вот эту лейку уже на 1 метр разливаете. Ну короче, чтобы не высчитывать, не усложняться, просто когда цветут и завязываются плоды, поливаете до такой степени, ну как один раз, но много. Чтобы вода вот так вот оставалась в лунке. Если вода уже не уходит, остается в лунке, значит полив обильный. Для томатов всегда во всех статьях все специалисты пишут, нужен редкий, но обильный полив. Каждый день лить не надо. Переувлажнение почвы ежедневное ведет наоборот к обратному результату. Если кто думает, что он больше поливает, будет больше урожай. Растения начинают жировать, корневая система идет не по той схеме, как она должна быть. Это не очень. Вот огурцы, пожалуйста, опрыскивайте их, поливайте. У томата должен быть умеренный полив. Если вы его будете заливать, урожай будет большой, но плоды будут кислые и водянистые. Когда я описываю некоторые сорта томатов, многие пишут, ой, мне этот сорт не понравился, плоды кислые и водянистые. Может быть вы сами их делаете кислыми и водянистыми, потому что переувлажнение почвы, кто сильно старательный такой, поливает и поливает, думает, что все это хорошо, помидор много. Но в них содержание сахара падает, и содержание сухих веществ уменьшается. Там больше воды, и получается плод с кислинкой и водянистой. Не усердствуйте, не переувлажняйте. Раз в неделю обильный полив достаточно. Все, посадили, обильно полили, через неделю начинаете поливать умеренно. Потом, когда цветы и зависть поливаете сильно, и в конце, когда уже у вас завязались плоды, и они висят на созревании, снова уменьшаете полив. Там полив уже мы уменьшаем до минимума, потому что в это время, если вы будете переувлажнять, плоды будут растрескиваться. И еще раз говорю, будут водянистыми. Их будет много, но качество будет плохое. Именно от режима полива у нас зависит не только количество урожая,